Наш благотворительный фонд был создан в 2016 году, занимается он проблемой бездомных собак в Абхазии. Изначально, когда мы начинали, мы не думали, что это будет такая проблема, но когда у нас в приюте накопилось 300 собак, мы стали понимать, что мы не справляемся финансово. Поэтому появилась такая идея обратиться, написать грант, чтобы нам помогли. У меня была моя любимая собака Багира. Когда начинался курортный сезон, собаку мою отравили. И вот в память о ней был создан фонд, который я назвала ее именем. А уже на фоне фонда в 2018 году был построен приют. Приют называется Топа. Топачами называют нашу команду, наших собак, которые живут во многих странах мира. Более тысячи их пристроенных у нас. Самая большая часть в Германии. Там создана абхазская диаспора из наших собак, брошенных здесь. Выезжают они у нас все чипированные, вакцинированные. Это обязательная форма. Все документы оформлены. Забирают с удовольствием. Все они выставлены на пристрой у нас в интернете. Отслеживаются по личному хэштегу. Каждой собаке своя кличка. И поэтому с первого дня, как мы ее забрали, и как она проживает сейчас в новой семье, все это можно отследить в интернете. Очень большая была проделана работа. Во-первых, у нас появилась возможность проводить уроки добра в школах. Я начинаю с этого. Почему? Потому что ребенок, подрастающие поколения, они должны понимать, что они несут ответственность за животных. Мы стали проводить не только уроки добра в школах, но мероприятия открытые на площадках, куда приходили не только дети, но и взрослые. У нас появилась возможность создать рекламу. То есть по Гагарскому району мы повесили баннеры с лозунгом о стерилизации. Мы приобрели машину, которая теперь уже может поднимать наших волонтеров в приют. Он расположен очень далеко. Появилась у нас очень большая теперь уже аудитория, которая раньше не знала о нашем существовании. То есть в соцсетях появилась довольно-таки обширная реклама. Этот проект дал нам возможность проводить частые стерилизации. За счет стерилизации уменьшается популяция бездомных животных. Ну и это комфортная зона города. Взять детские площадки, когда дети выходят с родителями на детские площадки, там тоже бродят стаи бездомных собак. То есть если мы их, естественно, забираем в приют, то вторая проблема тоже решена. Это комфортная зона. Вообще самая первая собака, отправленная в Европу и из Абхазии, это была собака Джек, куцхарт породы. Его мать знаменитый дизайнер. Она рекламирует обувь из эко-кожи. Сама она тоже волонтер. И вот Джек является представителем этой рекламной фирмы. Тоже о нем очень много в интернете написано. Можно почитать. Есть у нас собака Линда, которая является моделью магазина InCity. Тоже можно посмотреть в интернете. Много у нас звезд. У нас есть собаки, которые здесь в Сухуми снимались в кино, когда детство Чика фильм снимали по Искандеру. Собаки-артистки. Тоже они пристроены уже. Очень много интересных историй. Цаида, одно слово. Дай вам Бог. Труда, терпения и долгих лет жизни. Вы замечательные. Благодаря именно проекту CSP мы стали известны как международный приют. Нас стали приглашать на международные выставки. О нас стала говорить Европа. Я думаю, что это большое достижение. Субтитры создавал DimaTorzok